Всем привет из Чернигово! Меня зовут Оксана и сегодня вас ожидает очередная, вторая порция рукодельных фактов обо мне. Masaga World! Я не 100 долларов, чтобы всем нравиться, а 1000! Первым фактом второй серии станет то, что я очень быстро теряюсь в схеме. Это правда. Поэтому моя схема сложена в очень маленький кусочек на конве. И единственный способ, который помог мне с этим справиться, это метод парковки в пределах одного квадрата, ну или максимум двух. На самом деле я делала очень много ошибок по этому поводу. И когда я, например, отшиваю какой-то участок, потом возвращаюсь к схеме, мне очень сложно найти тот участок, на котором я остановилась. Соответственно, не закрашивать схему это не вариант для меня. Я не вижу смысла вышивать серии картин. Я имею в виду очень похожие друг на друга картины. Например, дворик от РТО 1, дворик от РТО 2. Ну, вот все в таком духе. Дело в том, что когда вы вешаете их на стену, особенно рядом, а как мы знаем, серии вешаются обычно рядом, то получается, что внимание рассеивается как бы, внимание зрителя. То есть, если я приду к вам в гости и увижу серию картин на стене, то мое внимание не будет привлечено к одной какой-то картине, которая меня восхитит. А мои глаза будут вот так бегать. Это правда. И для меня лично теряет свою какую-то эстетическую ценность картина, которая как бы имеет вокруг себя свои же копии. Я терпеть не могу полукрест и всякие четверть крестики. Это факт. Страшно не люблю вышивать в одну нитку не только полукрест, но и обычные крестики. Когда-то я хотела, очень сильно хотела попробовать вышивать на сороковом льне такие миниатюрки, которые вышиваются одной ниточкой через одну нить переплетения. Но из-за этого передумала. Я наконец-то смирилась с тем, что вышиваю медленно. На самом деле, когда-то я пыталась обгонять себя, и у меня это вполне получалось. Например, как с домиком зимним, который я вышла буквально за неделю, устроив себе марафон. Но тогда у меня не было забот, ребенка, работы, семьи. Вообще, в принципе, не было никаких отягощающих моментов во времени. И я могла себе это позволить. Сейчас же я смирилась с тем, что у меня нет больше столько времени. И теперь никаких соревнований с самой собой, с судьбой, со временем, с нервами не будет. Теперь я буду вышивать только в удовольствие. Я не люблю рукодельные выставки. Раньше меня это привлекало, меня даже приглашали в них участвовать. Но теперь, на самом деле, все есть в рукодельных интернет-магазинах, есть в зарубежных интернет-магазинах. И уже там ничего нет привлекательного для меня. Там есть одна толпа, шум, какой-то ажиотаж непонятно из чего созданный, потому что там нечего покупать. Вот правда. Кроме того, что можно купить какие-то поделки мастеров, но их можно приобрести и через интернет, точно так же. Поэтому выставки... Нет, это не мое. Я не понимаю вышивку по китайским наборам. И лично для меня самой главной причиной является то, что там нанесен рисунок. Во-первых, рябит в глазах. Во-вторых, вы не видите проявления картины так, как вы видите это на чистом куске конвы или льна. Вы не волшебник в данном случае, потому что все за вас уже сделал производитель. Как это все будет смываться, непонятно. В общем, китайские наборы из-за именно нанесенного рисунка, сейчас я говорю, я не понимаю. Я не могу терпеть, вплоть до ненавижу, как полукрестик вышивать вертикальными столбиками. Только горизонтальными. Только горизонтальные ряды мне приносят удовольствие. Когда мне нужно вышивать вертикально, мне кажется, что у меня неровно получаются крестики, и вообще ничего не получается. Ну, конечно же, я очень приспосабливаюсь к этому быстро, потому что сам процесс вышивки и сама картина, которая получается, они превалируют в моих эмоциях, естественно. И вышивая ката-каллиграфа, я испытала данные чувства. Там очень было много вертикальных именно столбиков. Так, увы, расположен рисунок, но я получала истинное удовольствие. Я сама себе сейчас противоречу, но вы понимаете, о чем я говорю. Я не использую программу Pattern Maker вообще. То есть, когда-то я использовала, когда-то я рисовала там какие-то схемки, или просто открывала даже ее для того, чтобы что-то оттуда распечатать или вышить. Сейчас нет. Потому что я не люблю, во-первых, вышивать с компьютера, во-вторых, я всегда не доверяла немного, а сейчас много, потому что очень часто встречаю такие моменты, как ошибки в схемах, перенаборах, которые девочки перенабирают в Pattern Maker. В связи с этим я стала этому абсолютно не доверять. Я всегда ищу скан-схемы. Конечно, если я когда-то не найду совершенно скан-схемы той, которая мне очень сильно нужна, я ее, возможно, и буду вышивать по перенабору. Но возникает вопрос, если есть перенабор, значит, где-то есть и скан-схемы. Очень люблю, когда заканчиваются нитки на косточке. Это такое приятное ощущение того, что вы их используете, и что вы потратили деньги не зря, и вообще приобрели все это не зря. Что у вас не лежит, это все грудой запасов и расходуется, причем в правильном направлении. Вот такие факты у меня получились на сегодня. Если у вас есть о чем рассказать в таком же ключе, обязательно снимайте вторую, третью, четвертую и пятую серию. Скажу по секрету, третья серия тоже на подходе. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!